Аномальная жара, установившаяся в Самарской области, резко увеличила риск возникновения лесных пожаров. Въезд на территорию лесов ограничен, разведение костров запрещено. В этом году на территории лесного фонда общей площадью 700 тысяч гектаров произошло уже порядка 15 низовых пожаров, причинами которых стало неосторожное обращение с огнем. Патрулирование лесных участков инспекторами ведется в усиленном режиме. Штат лесников за последние несколько лет увеличен. Проложено около 200 маршрутов патрулирования. За обстановкой в лесах следят и в режиме онлайн. На вышках сотовой связи установлены камеры видеонаблюдения. Тем, кто все же решится развести костерок в лесу, придется заплатить штраф от полутора до пяти тысяч рублей. Видеокамера на сегодня нам позволяет контролировать порядка 90 процентов площади и благодаря работе данных камер радиус действия охвата 30 километров, в зависимости от погодных условий, туман, дождь, снег, до 30 километров радиус действия. Мы с помощью данных 26 видеокамер обнаруживаем порядка 75 процентов возгораний на территории лесного фонда. Первыми на тушение пожаров, как правило, выдвигаются техника и личный состав пожарно-химических станций, которые дислоцируются в непосредственной близости от леса. В тушении используют железнодорожную и сельхозтехнику, чтобы пламя не распространилось дальше. Зону риска перепахивают плугом. Поддержку с воздуха оказывает авиация. В случае, если пожар всё же успел распространиться, есть возможность привлечь к его тушению до 10 тысяч человек и полутора тысяч единиц спецтехники и оборудования. Если вы стали очевидцем лесного пожара, сообщите в экстренную службу, звоните с мобильного по номеру 112, либо в единую диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефону, номер которого вы видите на экране. Павел Баймаков, Максим Гусев. События.